Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня будем готовить картошку, запеченную с грудкой, с курочкой. Нам понадобится сама картошка. Картошка у меня уже молодая. Репчатый лук, вот тут у меня плавает. Куриная грудка. Помидорчики, хорошие помидорчики, вот такие летние уже. Нам понадобится зелень, зелень, может быть любая. У меня зеленый лук сегодня. Для заправки нам в поливке такой очень вкусный понадобится сметана, лучше городецкая. Я шучу, не жекородцем говорю, конечно. Сыр, яйцо. Немного сбрызнем форму. Форма, кстати, в фикс-прайсе, замечательные формы. Берем курицу и нарезаем ее такими не очень мелкими, не очень крупными кусочками. Вот так вот где-нибудь. Порезали. Теперь посолим. Добавим перец. Я решила немножко добавить куркумы и сушеного чесночка немножечко. И у меня здесь орегано. Сейчас это хорошо надо перемешать и отставить, чтобы курица пропиталась и специями, и просолилась немножко уже. Вот так вот перемешиваем и оставляем в сторону. Следующее, что мы будем делать, это резать картофель. Такими пластиночками буду я резать. И постарайтесь сделать картофель тоненько. Ну, вот так все нарезаем. Порезала картофель. Порезала лук. У меня полторы ушло, вот еще половинка осталась. Но смотрю, что уже хватит лука. Лук я порезала достаточно крупно. Мне так хочется. Но, конечно, кто не любит, чтобы попадался лук, есть такие. Можно порезать мельче. Даже очень мелко. Отправляем в картофель. Берем соль, тоже солим это. Перчим. И это надо перемешать все. Вот так вот. Перемешали. Добавляем курицу. И тоже перемешиваем. Вот так вот. Все перемешали. И это мы отставим. Чтобы у нас это все просаливалось. Немножечко так вот. Все там, вкусы перемешались. А сами будем делать заправку. И нарежем томаты. Ну вот, сказал я про томаты. А сама вспомнила, что у нас еще не порезан он лук. Зеленый. И мы его приготовим. Лук порезали. И теперь займемся томатами. Томаты надо порезать аккуратно кружочками. Они у нас пойдут сверху. Будут служить у нас и украшением, и еще проводить сочность нашей запеканки. Чтобы она не была сухой. Томаты порезали. Сейчас я их уберу. И нам нужно натереть на крупной терке сыр. Сыр потерли. Теперь готовим заливку. Берем сметану. Добавляем в сметану яйцо. Перемешиваем. Перемешиваем. Венчик сейчас я уберу. И сюда мы добавим часть сыра. Другую часть масла покроем сверху. Перемешиваем. Все у нас вроде все. Смазываем ее растительным маслом. Можно просто смазать. Так, берем картофель с курицей. Распределяем. Распределяем. Теперь берем томаты. И сверху выкладываем томаты. Теперь зелень. И берем заливку. И сверху сейчас распределим. с помощью лопаточки так постараемся по всей запеканке распределить. Часть сыра мы оставили. Он у нас пойдет сверху, но немного попозже. Духовку разогреваем до 190 градусов. Берем лист фольги. Закрываем. и отправляем в духовку на 30 минут. Через 30 минут мы фольгу снимем. Посыпем сыром. И будем запекать уже еще минут 20-30 до румяной корочки. В общем, где-то 50-60 минут в зависимости от духовки. Вот так поставили на 30 минут. И потом снимем фольгу. Прошло 30 минут. Я сняла фольгу и посыпала сыром. Отправляем еще на 30 минут. И вот такая нарядная аппетитная запеканка у нас получилась. Картошка мягкая. Очень такая приятная корочка из сыра. Все хорошо пропекается. за час. Очень сытное и простое блюдо, которое можно подать как на семейный обед или ужин. Так, в принципе, можно приготовить и для гостей. И, что немаловажно, очень хорошо и удобно брать на работу. Ну, все. Кушайте, готовьте. Приятного аппетита и до новых видео. Пока-пока, Ваша Елена Воскресенская. у меня. Поехали.